добрый день сегодня хочу вам рассказать как настроить резервные копирования в самом простом варианте бухгалтерия предприятий редакция 3.0 установлены на локальном компьютере достаточно интересный момент если вы работаете дома или в офисе и вам нужно регулярно сохранить базу что для этого нужно сделать для этого нужно во-первых создать каталог на каком-то диске куда вы будете сохранять данные и соответственно дальше вы просто открываете меню администрирования здесь есть кнопочка обслуживания и есть много разных очень классных штук но вам нужно вот резервное копирование резервное копирование здесь есть два способа на локальном компьютере и облачный архив облачный архив это специальный сервис он включен подписку и т.с. соответственно если у вас есть подписка и т.с. можете настроить сохранение в облачном архиве чтобы не занимать место на компьютере, но мы сегодня рассмотрим именно архивирование на локальном компьютере. Здесь есть несколько пунктов меню создания зерной копии, восстановления зерной копии и настройка резервного копирования. Соответственно, резервное копирование может быть организовано сторонними программами, специальными компонентами по расписанию. Соответственно, вы можете здесь нажать настройку, указать, что выполняете автоматическое резервное копирование по расписанию, указать каталог для архивных копий. Дальше есть варианты, то есть вы храните либо все архивные копии, либо за последние два месяца, либо последние сколько-то штук. Соответственно, здесь есть один тонкий нюанс. База 1С-бухгалтерии даже в пустом виде занимает примерно полгигабайта. Соответственно, вы должны понимать, что у вас примерно при сохранении базы, как один фильм будет сохранен, примерно так, да, там один фильм, там в самом простом качестве. Соответственно, когда будете настроивать регулярное расписание, да, там я рекомендую использовать еженедельное копирование, допустим, вот по пятницам, если вы не много информации в базовой новости, то вам это было достаточно. Если этого недостаточно, то организуйте ежедневные, да, то есть там опять же на вкладке еженедельные, да, то есть вы можете просто отметить все даты, да, то есть и соответственно один раз в день будет у вас происходить резервное копирование. Указали дату, указали за какой срок прохранить данные. Допустим, ну вот еженедельные по пятницам вы можете указать, что хранить это 2 месяца за последнего месяца, либо за, либо последние 8 экземпляров копирования. Соответственно, должны понимать, что последние 8 пятниц у вас будут сохранены. Все, нажимаете готово, и после этого у вас включается резервное копирование, и соответственно здесь будет написано, что резервное копирование выполняется регулярно, просписывая не в один день, по дню, неделю, пятницу, один раз в день. Посмотрим теперь, как это работает, да, то есть на примере создания резервной копии. Вот у нас сейчас абсолютно пустой каталог, вот, то есть ничего нет, и соответственно мы нажимаем кнопочку создания резервной копии, программа подставляет вам автоматический каталог для сохранения резервной копии. Здесь учитывайте, что у вас после того, как вы нажмете сохранить резервную копию, у вас полностью программа закроется и перейдет в режим именно сохранения резервной копии. То же самое будет при восстановлении резервной копии, также закроется полная программа, полностью программа и перейдет в режим восстановления резервной копии. Вот, вы нажимаете «Сохранить резервную копию». Вот, соответственно, после того, как вы это нажали, программа закрывается, возникает вот такое окошко и, соответственно, здесь происходят различные взаимодействия с базой данных. Вот, загружается специальный компонент и, соответственно, пишется, что «Пожалуйста, подождите, выполняется резервное копирование в базе, не рекомендуем останавливать этот процесс». Тут лучше ничего не делать и, соответственно, кнопку «Отмена» не нажимать. Вот, соответственно, здесь у вас будет создан файл «Бэкап» с датой, со временем копирования и вот здесь внизу время будет указано, сколько у вас еще это копирование займет. Вот, соответственно, в простом варианте это занимает, наверное, 2-3 минуты, может быть даже меньше, но вот сейчас пишет программу, что осталось 45 секунд, но у меня как бы достаточно мощный компьютер. У вас может быть немного все по-другому, соответственно, может быть там до 50 минут происходить резервное копирование. Вот, таким образом, соответственно, все происходит и вот у нас появился размер файлов. Как я и говорил, там примерно полгигабайта, либо 586 мегабайт, там достаточно серьезно. Вот, и, соответственно, после того, как все завершится, после того, как все завершится, у вас опять загрузится база данных в рабочем режиме. Вот таким образом работает резервное копирование. Если вам нужно настроить этот функционал, обращайтесь в компанию «Кудрлайн», мы вам с удовольствием поможем. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, если вам понравилось это видео, и как можно больше людей тогда узнает про резервное копирование, про самый простой вариант. Вот, и, соответственно, программа после того, как загрузится, она видит, что было осуществлено резервное копирование, и сразу может вам предложить, точнее, сразу вам напомнят об этом, и вы можете уже восстановить также данные из резерва. Спасибо большое. Подписывайтесь, еще раз повторяю, подписывайтесь на наш канал. Спасибо.